В эфире студия Репортер. Меня зовут Татьяна Блайдам. Здравствуйте. Вакуличец журналистики Национального университета Одесская юридическая академия принимает участие в проекте «Открытый университет». Это неформальное обучение для взрослых студентов. Желающие могут изучать языки, обучиться видео и фотомастерству, а также посещать лекции с интересными спикерами. О том, кто может в свое удовольствие во взрослом возрасте обучаться, расскажет Татьяна Кузнецова, декан факультета журналистики Национального университета Одесская юридическая академия и студентки факультета журналистики Александра Соколова и Руслана Зубко. Здравствуйте. Добрый вечер. Хочу начать с такого момента. Взрослый студент. Кто этот человек? Давайте нарисуем его портрет. Кто потенциально может ходить на курсы и может участвовать в проекте? Наверное, самая главная черта — это человек, который хочет учиться и познать что-то новое. А что касается возрастных рамок, это, я бы сказала, 17+. Это может быть и студент, настоящий студент, и это может быть и человек в возрасте 80 и выше. Главное для этого человека — это черта этих людей. Они хотят что-то познать новое и поделиться своими знаниями с другими. Сколько было самому старшему студенту, девчонки? Мы точно не уверены, но это точно люди пенсионного возраста уже. А самому младшему тогда в таком случае? Вы говорите, 17+. Я помню, как к нам на литературный вечер пришел мальчик шестилетний. И вот как сочетаются эти люди, мне интересно, те, кому 17 или даже 6, и те, кому 70? Не противоречит ли интересы друг другу? Ну, в первую очередь, нужно смотреть, смотря на какие курсы они ходят. Ну, наверное, вот с девочкой мы сейчас согласуем. Если взять литературное кафе, на мой взгляд, это была самая душевная такая встреча, где можно было увидеть людей из 17 и, наверное, заканчивая там, у нас были женщины туда к 80. Потому что когда я с ними общалась, они давно уже на пенсии, некоторые из них были врачами, кто-то был преподавателем, кто-то юристом. И вот именно на литературном кафе я увидела, что это та площадка, которая объединяет всех, несмотря возраст. Что такое литературное кафе? Давайте сразу сделаем ремарочку такую. Литературное кафе — это тоже был такой, скажем, микропроект в рамках нашего проекта «Открытый университет». Это были встречи с людьми, которые являются поэтами, музыкантами, композиторами. Это были известные и не очень известные писатели. И приходила аудитория, мы, в первую очередь, это слушали поэзию, слушали музыку, общались, и могли даже сами участники принимать в этом участие. И уже наш опыт показал, что это один из самых, наверное, интересных микропроектов, который объединил все разные поколения. Хорошо, а что такое неформальное обучение? Все мы знаем, что такое обучение в университете, в школе. Ну вот литературное кафе — это как один из форм, да? Какие еще формы? И что такое неформальное обучение? Вот, девчонки, вам, наверное, об этом нужно рассказать, вы уже знаете, что это такое. Ну, то есть это обучение в какой-то такой теплой атмосфере, когда вроде себя и не принуждают, но ты сам хочешь. Вот это, наверное, самая важная и самая, не знаю, лучшая часть, наверное, вот открытого университета в том, что ты сам действительно хочешь что-то делать, ты саморазвиваешься, тебе дают толчок к этому саморазвиванию. То есть важно это желание прийти туда, не насильственно, да? Не насильственно. Мне нужно в школу или мне нужен университет. Хорошо, как проходят занятия? Вот вы волонтеры, да, насколько я понимаю? И участники. И участники. Ну, вы выступаете в роли лекторов, в роли учителей? Исключительно в роли участников. Вот, к примеру, литературное кафе. Мы уже не раз выступали, показывали свои таланты. Какие таланты? На гитарах играли. У нас Саша прекрасно играет на гитаре. Читаем стихи. Поем. Поем. Что вас заставило поучаствовать в проекте? Знаете, как все нормальные студенты, после парка идти в ночной клуб, вы идете в литературное кафе, участвуете в проекте. Почему? Сначала просто было интересно увидеть. Мы только поступили, и это как неизведанная территория была. А потом это оказалось настолько интересно и увлекательно, что не хотелось больше пропускать эти курсы. Чему может научиться человек, который участвует в проекте? Вот для чего идти туда, для чего участвовать в открытом университете? Ну, на самом деле в открытом университете, ну вот, есть разные курсы. И даже если человек в руках не держал фотокамеру, там были такие люди. Они пришли, и они действительно научились. То есть, да, за три месяца стать профессионалом нереально. Это надо много работать, но вот какие-то что-то элементарное сделать все уже могли. То есть, даже... Так, фотоискусство, да? Да, видеомастерство. Видеомастерство. Что еще? Рассказанный английский. У нас был Conversation Club, разговорный клуб, где цель была научить ребят, либо наших всех студентов, не бояться говорить на английском языке. То есть, это были не классические уроки. А как заставить, человек и не бояться. Начинают ребята говорить. Кто-то, может быть, и может сказать, но боится, что неправильно. И я считаю, чтобы научиться не бояться, нужно брать и говорить. И создается вот такая атмосфера, где мы обсуждаем, допустим, как приготовить какой-то вкусный торт. Вот собрались люди разного возраста. И на английском начинают обсуждать. И вот здесь щелкает придум. Боже, как это слово? И вот когда потихоньку начинаешь говорить о том, что тебе интересно, ломается вот этот стереотип страха. Ой, я неправильно скажу. Ой, что мне за это будет? Да ничего тебе за это не будет. Мы просто вместе учимся, обогащаем словарный запас, наверное, находим друзей. И самое главное для меня, мы хотим, наконец-то, заговорить свободно. Вот это наш был такой Conversation Club, либо разговорный клуб англоязычной коммуникации. Плюс еще у нас был гражданский лекторий. Гражданский лекторий – это такая площадка, куда мы приглашали интересных спикеров. И это были люди с разных сфер. Это было сфера образования, это сфера юриспруденция, это сфера киноискусства, это дизайнеры, которые делились своими знаниями с той или иной международной отношениями, дипломатия поднимали вопрос. Вот гражданское образование, чтобы поделиться знаниями с людьми, с точки зрения медиаграмотности, как узнать, верить этим новостям или нет, это фейк или нет. И я рада, что мы провели тренинги, и наши участники удивлялись, как все просто. Мы даже этого не знали. Это мне говорили взрослые люди, которые работают в библиотеке, в системе образования. И вот мы показывали, каким образом. Либо защита персональных данных. Мы приглашали специалиста, который научил как правильно даже создать свой аккаунт и пароль. И когда злые вопросы, ребята, кто хочет поменять свои пароли, поднимали руки 70%. То есть мы показали, что это очень значимо. Как это? И поэтому вот эти умения как раз мы прививали и делились на гражданском лектории. Кстати, я знаю, что приезжал Дмитрий Быков и участвовал в процессе обучения. Как удается привлекать таких именитых лекторов, именитых людей? Это сложно наверняка? Ну, с личного опыта мне проще всегда привлечь именитых, знаменитых, титулованных. Они настолько легко идут на контакт. Главное, чтобы у них было именно вот это свободное время. То есть, и когда я говорила Дмитрию Быкову, где вас встретить, подъехать и забрать, привезти в библиотеку, он мне ответил, ну что, ног нет? То есть человек, который сам пришел в библиотеку, который говорит, я обожаю... Да, он же часто приезжает в Одессу. У меня трайдер огромного списка, что у меня там... Нет, это настолько все легко и непосредственно, и понятно. Либо мы пригласили... Вот нас был кинорежиссер, приезжал сейчас буквально неделю, где-то, ой, две недели назад, да, Валерий Балаян, который у него громадное, например, за плечами, сколько у него киносценариев, режиссуры и так далее, фильмов, он без проблем приехал с удовольствием, прочитал даже ни один, провел тренинг, ни один лекторий. И мы сейчас с ним ведем переговоры. Он даже согласился приезжать к нам и читать лекции дальше. То есть человеку это интересно, вот просто так, он сказал, боже, какие глаза горящие. И вот люди, которые мотивированы поделиться знаниями, как правило, это люди, ну, очень известные. Кого бы хотели видеть среди лекторов в проекте? Вот есть какие-то мечты, девчонки? Вот интересный, знаю, писатель, режиссер, актер, журналист? Все, о ком мы мечтали, все уже приезжали. Все уже приезжали, да? Я думаю, мечтать еще дальше можно. Саша? Ой, на самом деле, вот я слышала очень много, Валерия Балаяния, и очень хотела, ну, вот просто еще до открытого университета, и так совпало, и я вот, вот моя маленькая мечта на самом деле здесь исполнилась. А еще кого? Ну что ж, подумайте, да, пока девчонки, кого еще. А мы выяснили, что такое открытый университет, мы выяснили, чем там занимаются, для чего это. Бесплатно ли это? Я думаю, у многих сейчас появился вопрос, можно прийти, можно поучиться языкам, поучиться снимать видео, фотографировать. Бесплатно ли? Этот проект, на самом деле, поддержал Немецкая Ассоциация Университетов, DV International. И поскольку нам нужно было вложение финансовое, чтобы оплачивать, допустим, наших преподавателей, которые проводили тренинги, да, которые проводили семинары, лекции, то это на самом деле финансовые вопросы как раз и поддержала Немецкая Ассоциация Университетов. Такой опыт есть во многих странах. Если взять Германию, то неформальное образование, оно, наверное, более 50 лет, когда на самом деле уже люди понимают, что получив образование в каком-то университете, на этом жизнь и образование не заканчивается. Есть масса возможностей пойти получать новое образование. И неформальное образование — это то, что, как девочки сказали, куда хочется идти, где никто не принуждает, тебе никто не поставит Н, не поставит двойку, тебе не нужно сдавать сессию и так далее, ты идешь сам, поскольку тебе это интересно, и ты хочешь получить те или иные навыки. Если вы учились и получили, я не знаю, образование бухгалтеря, решили бы научиться снимать, то для этого есть возможность пойти и получить эти знания. Но наш проект официально 30 ноября он закончился. Финансировать нас уже DV International не будет. И сейчас стоит вопрос, о продолжении будет. И вот завтра, допустим, мы будем с нашими ребятами проводить наши участники-волонтеры. Мы проведем литературное кафе в той же самой библиотеке. А нашим партнером этого проекта была областная Одесская библиотека имени Грушевского. Завтра в 15.30 любой желающий может к нам прийти. Мы назвали наше литературное кафе «Искусство маленьких шагов». Завтра у нас будут именно выступать первокурсники, маленькие шаги, которые поделятся своими литературными, творческо-музыкальными. И я очень хочу, чтобы этот проект дальше жил. Поскольку я видела, у нас, допустим, за эти, наверное, небольшое количество, у нас было 4 месяца учебы, более 500 участников. Наверное, это о чем-то говорит. Я сейчас назвала цифру, люди, которые ходили на все наши курсы и так далее. Мы можем сейчас смотреть, а что Одесситы еще хотят, какие потребности, чему научиться, чем поделиться. Возможно, к нам приедут лекторы, которые готовы бесплатно провести тот или иной гражданский лекторий, либо приедет тот или иной поэт, который проведет литературное кафе, просто чтобы поделиться. Но спонсоры вынуждаетесь, я так понимаю. Да. Потому что у любого проекта должен быть бюджет все-таки. И поэтому сейчас вот мы стоим перед выбором, а, нам нужно найти финансирование, а с другой стороны, пока мы ищем финансирование, мы все равно это проводим. Проводим своими силами, приглашая своих друзей, нечто проводим сами. Я думаю, что проект будет жить. Он на самом деле значим. Немцы больше не хотят финансировать. Немцы всегда дают старт и говорят, а теперь посмотрим, может быть, готово ли гражданское общество, сами участники проекта, например, поддержать какие-то курсы. Готовы ли они хотя бы по копейке платить за эти знания? Либо найдем финансирование, не знаю, мэрии, может быть, администрации, может, и управление культурой образования, которые скажут, да, это значимо, это нужно поддерживать, поскольку в любой развитой стране неформальное образование – это значимый компонент. Есть возможность любому человеку в любом возрасте прийти и получить эти знания. Как вы думаете, можно ли за неформальное образование, за эти лекции, за то общение платить? Или это должно быть бесплатно? Вот мне интересно мнение девчонок. Готовы ли вы заплатить за лекции, за литературное кафе, в принципе, за занятия? Я готова платить. Я считаю, что это правильно, когда ты получаешь знания и платишь за это. То, что у нас проходили курсы бесплатно, это просто великолепно, я считаю, и это огромная возможность. Я полностью согласна, да. Так, ну что ж, мы выяснили, что такое открытый университет и выяснили планы на будущее. То есть следующий сезон мы ждем. Ждем открытый университет, есть какие-то планы, какие-то другие формы? Ну, я очень рада, что факультет журналистики национальности детской юридической академии как раз и занимается этим, поскольку у нас очень хороший потенциал. У нас, а, есть свои кадры, потенциал преподавателей, у нас есть потенциал своих журналистов, у нас есть связи с журналистами-предодавателями разных вузов, мы сотрудничаем со многими международными организациями. И, допустим, несколько дней назад к нам приезжал Рикардо Гетереск, это представитель именно, скажем так, председатель Европейского союза журналистов, который тоже хочет приехать к нам еще не один раз и провести вот такие встречи. И я уже вот так, честно говоря, вчера, когда подводила итоги, я уже написала, кто к нам готов приехать. И человек 9 уже есть, это те люди, которые готовы приехать и провести бесплатно гражданский лекторий. Значит, проект будет жить. Я думаю, что есть люди, которым это важно и нужно. И до тех пор, пока это будет интересовать наше общество, я думаю, что проект будет на самом деле жить. Что ж, спасибо вам большое за интересную беседу. Мы сегодня говорили о проекте «Открытый университет», который позволяет всем желающим любого возраста обучаться, получать знания, образование, уметь говорить на иностранном языке, делать фото и видео и слушать интересных лекторов. С вами была Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо.